Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пиммика. Мы можем отбыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Продолжение следует... Вижу, что время от времени то Премьера выстреливает, то нет. Я пока учусь ими пользоваться. Мне кажется, у Премьер есть перспективы. Знаете, как говорил Гюго вратату. Какая-нибудь такая перспектива. Но, в любом случае, ребят, я хочу научиться работать с Премьерами. И надеюсь, что вы мне в этом тоже поможете. Обязательно поддержите Премьеру лайком, комментарием, игрой. Если вы новичок, подписывайтесь на канал. Тем самым поможете продвижению Премьеры. В теории. Если Ютуб, конечно, не забанил огромный кусок суши. Ну и, конечно же, чем больше, если Ютуб будет продвигать, вот так вот, то нас увидит больше людей. А чем нас больше увидят, тем больше к нам придут. А чем больше к нам придут, тем всем нам станет веселее. Ведь мы же с вами и в комментариях общаемся, и на стримах общаемся, и обсуждаем. И, кстати, социальные сети тоже не забывайте. Тоже туда заходим. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки в описании. Да, знаю, всех всегда бесит, когда вот говоришь об этом. Но я считаю, это необходимо, мне кажется. Наш канал хорошо успешно развивается. И я очень рад. Я хочу, чтобы наш канал продолжал развиваться. И так же, как и Лара, совершенствовались. Если не брать, конечно, в расчет эту игру. Вот золотая трилогия, Лара, это было святое. Но, все равно, здесь есть на чем посмеяться. Ну, и смеяться будем. Ладно, вебку выключаю, а то что-то заговорились. С вами не прощаюсь, и идем вперед. Насстречу приключениям. Итак, мы... Дайте вспомнить, что у нас уже 87%. Слушайте, а конец-то близко. Конец-то близко. Я думаю, даже ближе, чем мы думаем. Там чисто вложить. То есть, получается, на этой неделе, что ли, все закончится? Если уложимся в 5 эпизодов на этой неделе, вообще шикарно. Ровно 25 эпизодов. Так, но прежде, чем мы это сделаем, нам надо, значит, с вами что сделать? Вы меня правильно поняли. Кто смотрел стрим понедельника, вы понимаете, что я сейчас буду искать? Ой, стрим, 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 стрим. Видеозапись, премьеру. Извиняюсь. Я до сих пор не могу привыкнуть. Так. Где я? Здесь я был. Не сюда надо. Почему я сюда пошел? Можешь факел зажечь? Я не понял, почему я сюда пошел. Но надеюсь, что когда-нибудь узнаю. Так. Ага, вот нам сюда. Нам как бы туда надо, к вышке. Видите, там даже мигает. Но сначала мы с вами вернемся в одну зону. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Вот здесь, вот в этой зоне у нас прежние обитатели. У нас не найдена одна единица всего лишь. Это огромная зона, в которой мы сейчас находимся. Там еще документы. Что еще? И тайники, и два тайника. Но мы знаем, где они здесь находятся. Нам просто вот сюда зайти и собрать их. Так. И там же документик. Все. Тут у нас сейчас все собрано. Здесь у нас, вот тут, у нас не черт. Ну, у нас здесь тоже все собрано. Кроме вот как раз таки одного единственного плакатика. Да, я вот из тех людей, кто... Вот в этой зоне у нас тоже все собрано. Здесь тоже. Здесь тоже. Я, кстати, вспоминаю, вот когда вот я общался с подписчиками на стриме, мне часто пишут, что я такой очень придирчивый. И даже комментарии писали, что я очень такой детально все обыскиваю. Но это да, у меня есть такая привычка. Так. Здесь тоже все. А, тут это одно и то же. Кстати, туда надо было отправиться. Там походится на животных. Там можно, кстати, реально много чего налутать. И что-то прокачать все дополнительно. Но надо этим пользоваться. Здесь тоже. Здесь тоже. Здесь тоже. Здесь тоже. Я так вот проверяю все. И здесь тоже. Здесь тоже. Тут тоже. В общем, у нас с вами, по сути-то, остался только вот этот самый... Плакатик. Нам нужно один плакатик там найти. Подождите. Она может увеличить? Подожди, подожди, Лара. Можешь... Покажите мне карту. Мне туда возвращаться надо. Тут нет сухопутной гранины. Тут там... Почему там не сделали палатку? Ой, я... Я... Я дуболом. Лара, можешь там туда запрыгнуть, чтобы я сократил себе путь? Нет, не может. Ладно, пронесемся так уж. Благо, у нас есть этот... Скоростной роутер. Не знаю, как правильно называется. Моторчик. А. Это только в одну сторону, да? Ой, ладно. Потратим секунду немного времени нашего драгоценного. Да, чайка. Да, чайка. Вот потратим. Давай, залезай. Так, нам куда теперь? Сюда. И вот сюда. И вон туда бежим с вами. И нам, в теории, надо наверх. Насколько я помню. Я же правильно помню, да? Там что-то горит. А, там почка... Там же это... Да-да-да-да-да-да. Давайте я сейчас вот помечу вот этот костерок. Блэ, почему ты не помечился? Потому что там находится последний плакат. Я помню, что... Да... Ты можешь нормально поставиться, пожалуйста. Сегодня так вот мучился сегодня с компьютером. Да, сегодня воскресенье у меня. Кто... Я им метку что-нибудь могу не поставить? Да ты издеваешься. Давай, Ларас, залезай. Извиняюсь, что немножко подлагивает. Есть такое, к сожалению. Но что с этим уже поделаешь? Давай, есть. Лара, хватит виснуть. У тебя все прекрасно. Отлично. Так. Ну, здесь безопасно и пусто. Нам дальше... Вон туда надо. Нам дальше надо вон туда. Туда и идем. Здесь должен быть... Ага, вот он. Так. По стандарту прикрепляем. И скатываемся. Здесь мы тоже уже все открывали. Мы тут все проходили. Мы все это место знаем. Мы это место знаем. Нам нужно найти... Подождите. Может быть вот здесь? Нет, не вижу. Я знаю. Вчера бежал обратно. Потом бежишь сюда обратно. Я просто думал, что здесь будет возможность телепортироваться. Я не знаю, что я вообще это решил. Но вот так уж решил. Знаю. Злупил. Знаю. Ступил. Но... Принцип. Собирай все. Тем более, когда у нас, извините, скоро концовка игры. Я думаю, он действителен как никогда. Возможно, кстати, этот плакат так и столько близко, что мы можем, наверное, даже его отсюда поджечь. Если мы его увидим. Если бы и знали. Куда еще смотреть вот на него. Причем плакат-то является пропагандой, как ни крути. Ну, так называемый здесь. Так. Давай, Лара. Да-да-да-да, птица, не шуми. Один был сразу в этом бункере. Это я помню. Бедный Алекс. Это реально жалко его. Мне вот его реально жалко. Вот здесь вот висел один. Вот на этой стене. Кто что видит. Это короткий срез, если что, у нас открыт. Может быть, что-то я просто вот не замечаю. Вот в упор просто, наверное, смотрю и не вижу. Надо просто сжечь один последний плакатик. Вот где он может быть? Он должен быть в каком-то, знаете, таком... Обычном месте. Прям выделяться. Вон там что-то сияет. Ну-ка, дайте я вот так сюда отойду. Может, вон там, наверху? Да, я вот буквально каждый миллиметр сейчас просматриваю. Да, я говорил в прошлый раз, что у меня есть теория, где может быть этот плакат. На всякий случай я пересматриваю. Вот все, что вот здесь у нас. Ларт, серьезно? Зажги, если тебе уж темно. Кстати, реально как-то темновато стало. Вон там все закрыто. Нам как бы наверх надо, в любом случае, я так понимаю. Ну, просто у меня понимание такое. Я вот смотрю, я вижу. Кстати, заодно, если что, вот эти вот луки, патроны... А, он не столько на дробаши, а у нас с дробашами все окей. У нас с дробашами дружба. У меня букв... О, это что, змея? А, нет. Сегодня, кстати, знаете, такой забавный случай был. Бегу, значит, я по городу. Ну, у меня утренняя пробежка сегодня была, в воскресенье-то. Так вот, бегу я по городу. Вижу, что давай... Пробегаю мимо какого-то... Необычного... Там, шланга. Ну, это же он оказался. Но по окраске похоже на змею. Причем я не сразу понял, что это вообще змея. Я просто побежал мимо, потом обратил... Значит, что? Повернулся. Вот, окраска, как у ядовитого аспида. Ну, наверное, скорее всего, кто-то так решил приколоться, мне кажется. Как любит говорить молодежь. Так. Вон там что-то, кстати, есть тоже. Вот тут тоже патрончики. И тут все пусто. Вот вроде бы полно вот этих... Вот этих пустых мест. А ищи-сыщи все эти плакаты. Давай, залезай. У меня просто есть еще одно предположение, где он может быть, этот плакат. Он, скорее всего, снаружи. Или, точнее, в туннелях. Пропагандистских, японских, как вариант, может быть. Ну, сейчас мы все осмотрим, вот, внимательно. И вернемся обратно. Вернуться это недолго. Я даже сделаю стрим чуть длиннее. Просто из-за того, что я потупил. То есть сказать, считайте их топ-контент. Поиск последнего плаката. Ларкрофт в поиске последнего плаката. Индиана Джонс завидует. Тем более, один был вот здесь, кстати, тоже вот. Вот здесь вот на колонне был. Возможно, второй где-то, может быть, даже ближе, чем мы думаем. Просто надо быть повнимательнее. Но тут дыры, не падаем. А то подниматься будем долго. Они все загораются желтеньким. Таким, знаете, золотистым цветом. То есть проблем в теории-то быть и недолго. О. Тоже сюда не надо. Аккуратно смотрим. Это тоже вход вниз. В общем, здесь все осмотрели. Остается теперь только вот здесь вниз. И аккуратно не свалиться в яму. Вот здесь у меня есть предположение, может быть, это самая пропаганда. Я просто мог не обратить внимания. Потому что, ну, я не сигналил здесь же. Но в теории же она может быть. В конце концов, ангар, ну, или туннель, заваленный под островом. Просто где-то же он должен быть. Как ни крути. Возможно, я наоборот все сжег. Игра просто не засчитала что-либо. Ну, как вариант нельзя упускать такой. Возможно, один где-то вот здесь. Кстати. А вариантность-то вполне... Возможно. Тут, кстати, есть спуск вниз. Вот здесь вот. Возможно. Я просто сомневаюсь, что вот... У меня есть небольшое сомнение. Для чего у вас сейчас сделали эту платформу? Нет. Вероятность того, что Лара может свалиться... Я не исключаю ее. Не исключаю. Все может быть. Все бывало. Но, опять же... Кстати, опять же... Ну, пропаганда, она японская. Логично? Логично. С чего японская пропаганда делать, кстати, вот на том островке? Опять же, вопрос. На миллион, да? Вроде бы как. Может, конечно, на лэбах? Как-то о них тоже не думал. Ну-ка. Я уверен, что где-то вот здесь может быть. Просто, может быть, я не наблюдаю его. Но он где-то должен быть. Нам нужен последний плакат для получения, во-первых, ачивки. Во-вторых, бонуса. А бонус нам нужен. То есть, это дополнительная прокачка. Это все. Ну, ладно. Мы без него, как бы, наверное, Кимику победим. Но все. Стоп, 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 стоп. А. Казалось. Я думал, тут может какой-то проход тайный. Или, может, здесь что-то есть для разрушения. Я просто не наблюдаю. Вот здесь была у нас реликвия. Может быть, вот здесь где-то. Ну, прямо в грузовике, типа, ты не видишь. А она там есть. Лара, ты можешь залезть на грузовик? Нет, не может. У нее ограничения есть здесь. Значит, не на грузовике. Наверху тоже все обошли. Там нигде нету. Вопрос. Где находится последний плакат? Технически может быть здесь. Технически он может быть здесь. Хотя вот тут, смотрите, тоже вышка. Кстати, вот здесь тоже вышка есть. Причем ее точно не они монтировали. Как вариант, может быть, где-то вот здесь тоже что-то валяется. Я просто это не наблюдаю. Ведь реально, кстати, может быть, на лэдах-то где-то. Может быть, реально на лэбах. Ну, лэб это линия энергопередачи. Она находится, а я не вижу. А она там есть. Она просто увидит такой, знаете, золотистенький цветик. Маленький такой неприглядный. Такой простенький. Подожди, а там что? О, я не знаю, где этот плакат. Вот реально, я не наблюдаю его нигде. Я чую, он здесь. И он навряд ли на японском судне. Хотя, давайте проверим. В крайнем случае, у нас есть моторчик. Мы быстро поднимемся. Так, мы уже 21 минуту все это дело занимаемся, да? Так. Ну, вот это вот Endurance. На нем навряд ли находится пропаганда японская. Хотя, может быть... Может быть, они, кстати, используют символы японцев. Черт знает, конечно. Вот так сейчас пройдемся. Нет, ну, я понимаю, что где-то там должно быть бункеры. Я это осознанно понимаю. Но вопрос, где? Снаружи тоже был плакат. Там, где крепость была. Где вот, откуда мы сейчас прыгали. Мы его находили. Мы его ломали. О. Ты все еще лежишь, дорогой? Бросит или тело. Не забирают. Опа, правильно. Двое других-то мертвы. Точнее, трое. Из его отряда. Вот он взбесился на нас. Напал, помер. Все по фэншую. У Лары нету ничего. Это ее каюта. Если что, кто не узнает, не помнит. Это ее каюта. Кстати, забавно. Вот здесь сейчас Ингиюранс просматривался. Второй. То есть здесь все закрыто. Где? Я спрашиваю. Находится. Я буквально прям включаю. Включаю и сигналю. Вот этим вот радаром. Потому что я не вижу вообще. Я не вижу, где этот самый плакат. Ну, у меня... Ребят, вы меня знаете. Да. Сейчас, наверное, будут думать, что скучно, скучно. Но согласитесь. Найти то, что очень сложно найти. Мне кажется, это в каком-то смысле спортивно. Сейчас немножко так вот повисим. Осмотримся. Реально очень странное место. Ну, вот серьезно. Где этот плакат? Давайте еще раз вот тут. А, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ха-ха. Говорил же, что где-то здесь. Ха-ха-ха. Хе-хе. На лэбах, значит, все-таки было. Вот это голова. И ведь, заметьте, я случайно заметил. Он был... Он вообще особо не подсвечился. Он слегка подсветился ярче на фоне вот всего этого темного массива. Я только так его заметил. Я вот здесь уже все сигналы... Я не обращал внимания. Вот он где был. Все, ребят. Потом мне не говорите, что стрим вышел скучным. Вот смотрите, я какую пользу сделал. Я нашел для вас этот целый плакат. Ну, нет, я понимаю... Это я говорю для тех, ребят, кто... Ну, считает, что не динамичный, не скучный. Тысячи всякие мелочи. А это же нам дает дополнительные бонусы. Это достиженницы. А главное, это не будет мозолить мне глаза. А это значит, что я не буду думать об этом месте больше. И нам не нужно будет сюда больше возвращаться. А это самое главное. Согласитесь. Это самое главное. Это самое главное. Это святое. Все, погнали. А самое главное. Мы можем отсюда выбираться теперь спокойненько. Так, давай спускаться, Лара. Так, спустилась, не разбилась. Все прекрасно. Мы бежим. А сейчас теперь быстро вернемся. И пойдем уже открывать оставшиеся зоны этой карты. Так что, ребят, у нас сегодня прямо реально очень хорошее дело сделали. Мы нашли последний затерянный фрагмент пропаганды. Лара Крофт поиска пропаганды. Лара Крофт поиска плакатика. Лара Крофт поиска пропаганды. Лара Крофт и утерянные документы. Лара Крофт и бухгалтерская наводка. Что только не придумаешь, да? Кстати, там у нас парочку он должен еще остаться в живых, насколько я помню. Может, я их всех прибью? Все, Лара, давай спускайся. Так, готовимся. Здесь на вышечку надо... А, она сама. Красота. Держимся, держимся, держимся. Молодец! Отлично. Этот фрагментик мы взяли. Давайте сразу же в меточку зайдем. Тут везде темно, поэтому я не вижу смысла сейчас идти на охоту. Хотя и стоило бы, потому что это позволит нам прокачать. Так, давайте же снаряжение заглянем. Просто вспомним. Вот здесь у нас на луг нужно что-то. Так, это разрывные. У нас напалмовые, кстати, есть, по-моему, да? И бронебойные. Вот бронебойные это вообще имба. Надо будет на это копить. Сначала на и бронебойные, потом на разрывные. Так, с ними мы с вами говорили буквально вчера, так что нет смысла тратить остатки времени на еще раз диалоги. Хотя я обожаю диалоги, вы меня знаете, я это обожаю, но... Я прекрасно осознаю ценность нашего ограниченного ресурсного потенциала. Вон там вот, видите, есть стойка. Значит, скорее всего, там мы будем поджигать все это дело. Давай, открывай! Кстати, как это вообще работает, я не понимаю. Нам просто... Нет, я понимаю, что здесь как бы тянуть такое надо, но... Подождите. Да, тут добраться можно. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот смотрите, все зоны, по которым можно ходить, они выделены определенным цветом. Но вот здесь... Зона не выделена. А это значит, что значит? Правильно. Нам кирдык, нам надо идти туда, наверх сначала. Я так понимаю. Потому что эта зона вообще стоит особняком. Ну или хотя бы давайте сначала осмотримся, убедимся, что... На эту зону можно хоть как-то попасть. Ну просто реально... Ой, Лар, давай уже, не тупи. Поднимемся сейчас наверх. Если все будет нормально... Да, извиняюсь, лагает. Ой, чем дальше лес, тем больше лаги. Хотя я сейчас все почистил, я освободил достаточно много места. Я удалил даже старые эпизоды, именно шаблонные эпизоды Polari. То есть не те, которые мы смонтировали. Монтажные я пока держу при себе. Потому что, ну мало ли что YouTube затворит. Так хотя бы можем перезалить, если что. Так, если что, перезалить сможем. Я не уверен, получится это или нет. Давай, Лара. Попробуем сейчас за... Я не знаю, какое там расстояние. Может быть, получится что-то сделать. Вот здесь был, кстати, дольмен. Здесь подъемник. Вы это тоже видите? Две лучницы. Это лучница. Я ее выстрелить в нее не могу, кстати. Видите? А, нет, могу. Туда могу, как бы, стрельнуть. В теории, это могу сжигать. В общем, нам туда, но я не знаю, как туда подняться. Ну, я имею в виду, вот сюда не знаю, как подняться. Спуска я тут не наблюдаю. Давай, Лара, хоть свежеродниковую водичку и рану промой. Реально, ребят. Я на это буду делать акцент постоянно, потому что, извините, у нее дырка в бочине. Это хоро... Учитывая, что она может как-то бегать, предположим, что она не задела никакие жизненно важные органы. Но у нее пробита брышина. Это как минимум, извините, заражение внутренних полостей. Гребаная свинья. Она должна была уже помереть. Я просто ее поджег дополнительно. А другая убежала в лес. О, крабы. Нет, ну а чего не взять крабик лишний? Тем более, у нас опыт уже сейчас получится. Кстати, можно, кстати, реально поохотиться тогда. Но если будем находить сейчас животных по пути, будем на них охотиться. Хотя мы сейчас будем находить еще людей, будем тоже на них охотиться. Ну, формально они на нас, а мы будем обороняться. Это формальность. Это формальность, она очень важна. Так, ладно. Идемте хотя бы дальше. Возможно, даже сделаем стандартную серию. Ну, слушайте, мы, в принципе, сегодня много чего пока успеваем. Ну, по 45 минут обычно, да? Че еще глотнул. Ладно, запускаем. Давай, кровь. Я жму на икс. Давай, 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 давай. Мы же не сломались. так дальше своим путем ну ладно тоже неплохо куда дальше нам я просто ой как лагает лагает лагать так вот принципе пролезаем а тут темноват конечно давай даже да зажигать то уже кстати дайте же опять же изучим эту местность там пока в принципе ничего такого специфического не наблюдаю ну ладно как быстро он потушил факел конечно понимаю игровая условность и все дела но парни а вот вот этот видите там есть держатель там есть держатель о есть сундук и есть по стрелушке в общем нам есть чем заняться здесь давайте откроем получим доп опыт получим очки получим все так вот это я забираю разумеется так и давайте теперь гадать нам куда ну в теории нам остается вот сюда вот сюда как раз таки только ну а больше куда некуда а стоп подождите подождите видишь чего я ого чего я захотел то а кто будет брать последние да так вот здесь не заберешься и как туда здесь к тебе залезть а а а ларчик просто открывался кто вообще кстати припасы вот на такую высоту ложат вот ты убегаешь но тайники науки практически собраны кстати а в этой зоне нет никаких там специфических так у нас осталось только по сути один тайник один документ они все вот здесь и они у нас все вон там в общем нам туда и надо идемте так туда прыгать не будем мы не идиоты и погнали можно туда можно сюда но понятно нам сюда ой 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 хе-хе-хе-хе-хе я я нажал на x я нажал на x ну ладно будем считать это возможностью возможностью реализовать себя так этот забрали хорошо значит можем не лазать лишний раз это успокаивает вообще меня радует что здесь стоит такая х да меня тоже сейчас подвисало на 10 фпс целых новелла развязай но подвисает еще знаете из-за чего большая локация так подвисает еще потому что это большая локация как ни крути есть кто живой никого нет о книга давайте читать послушаем историю этот остров даст мне даже больше чем я ожидал безусловно все аборигены тут ненормальные еще эти бедолаги с эндьюранс такое горе зато какой драматизм ситуации не только легендарный яматай а еще и кораблекрушения и совершенно новый культ нет материала хватит минимум на два фильма а то и сериал боже правый это открытие потрясет весь мир чем я окажусь в центре внимания мировой общественности какое счастье я же все поставил на эту экспедицию но сейчас нужно быть предельно осторожным ситуация в любой момент может выйти из-под контроля дайте мне только добраться до этого матиаса и объясню ему что нам выгодно действует совместно ведь сам же он не может верить в то что проповедует этим людям они просто сломлены и растеряны а я верну их к цивилизованной жизни да спонсоры в очередь выстроиться за таким эксклюзивом это грандиозный сюжет ну во первых давайте просто разберемся с точки зрения сюжета Уитмана сейчас наоборот выгоднее выгораживать матиаса как ни крути то есть он должен будет врать всем что типа там все помогали спасали друг друга то есть никаких убийств и так далее но остальные то будут против а значит от остальных нужно избавляться а почему нужно избавляться все правильно потому что они разболтают о сделке Уитмана вот именно Уитман предатель это я уже понимаю тайники собраны у нас практически все здесь все а мы кстати здесь все собрали что ли лагеря документы артефакты тайники гробниц да мы все забрали мы все забрали все красота ребят слушайте мы с вами молодцы неплохо неплохо движемся так так куда нам теперь и куда же после мне сориентироваться надо а подождите вот здесь подъем явный а ясно интересно интересно вот как когда товарищи лар смотрят как она там лазает что они о ней думают мне вот любопытно хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе о слушайте хорошая заставка кстати беру врата смерти ее можно назвать окрестим вратами смерти так проникти границу погоня за ветром давай ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой попробуй поближе подвинуть ты серьезно то есть ты хочешь чтобы я разбежался и прыгнул да ооо лара ты безумна она спятила народ она определенно спятила это безумие она определенно спятила что Есть, есть, есть Пока Куда делось? И где стук? Как говорился Лазарь Где приятный стук удара? Кстати, здесь у нас ничего больше нет? Да, можно двигаться в принципе Кстати, нам куда? Ну, только сюда. А, ясно. На это надо прыгать. Ну, ладно. А можно было бы просто... Зачем, кстати, так все усложнять? Вот такой вопрос опять же. Вот и зашли в гости. Все, ждем гостей. Никого не будет? Чисто расхищение гробниц по полной программе? О. Туда. То есть, вот... А, там закрыто. Ясно. Вы издеваетесь. Как это вообще держится? На каком слове, извините? Уж точно не на добром. Так. Могу я вот это сломать? А-а. Ладно, идем очень тихо. Какого черта мы здесь торчим? Мы гробницы Дева. Я слабся. У нас приказ никого не впускать и не выпускать. Они убьют каждого, кто сюда зайдет. Ты что, морячков наслушался? Да, говорят, кто-то пошел сюда на разведку. Ты так и не вернулся. Брак, они тебя подкалывают. Не верим. Эти придурки любят наврать в трех городах. Вот это, кстати, ультушка мне понравилась. Давай, е-е-е-е-с. Давай, давай, давай. О, на... В общем, берем теперь автомат. Мы посмотрели, кстати, как выглядит ульта с автоматом... Без... Э-э-э... Так, подожди. Не... Ой, да куда я жму? О, давайте с дробашом посмотрим. Расслабься. У нас приказ никого не впускать и не выпускать. Не убьют каждого, кто сюда зайдет. Хе-хе. Ты что, морячков наслушался? Да, говорят, кто-то пошел сюда на разведку. Ты так и не вернулся. Брак, они тебя подкалывают. Не верим. Эти придурки любят наврать в трех городах. Пусть идет сюда. А второй? Где еще? Вижу. Или это не он? Пока возьму дробаш. Вроде больше никого не вижу. Ну, ничего не призывают. Все тихо, все спокойно. Все лутаем. Вроде двери не открыли. Мне же лучше. Действуем по-тихому, по стелсу. Нам теперь вон туда, да? О! Яс. Даже, видите, платформу сделали. Как забавно, что... Ну, вы хотя бы увидели, как работает эта ульта. Ну, не ульта, а добивание с пистолетом. Ну, интересно, но... Кому-то интересно. Ну, нет, мне интересно, конечно. Мне это в любом случае интересно, но... Но... Зачем? Это подключаем. Есть другие пути наверх? Вот там, кстати, что-то есть. А, это за решеткой. Так, давай, Лара. Сейчас послушаем чужие тайные разговоры. Ну, в таких местах реально кто-то... Вот что-то есть такое. Если сейчас еще кто-то выскочит... Ну, вон там проход. Ладно, ребят. Давайте пока на этом на сегодня остановимся. Ну, мы просто реально сделали сегодня очень много. Ставим лайки. Пишем комментарии. Подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм. Ссылочки в описании. Спасибо всем, кто сегодня был с вами на премьере, ребят. Всем большое спасибо. Я вижу всех на премьере. Не переживайте. Вы лучше, ребят. Вот спасибо всем. Мне приятно, когда люди смотрят премьеру. Но даже если вы смотрите ее в записи уже... Ну, непонятно, как бы и так есть запись. Это видео. Ну, в общем, если смотрите уже после того, как вышла премьера. Вы тоже молодцы, ребят. Жду ваших комментариев. Пишем. Увидели бы вы сами этот плакат. Вот чёрт. Вот да-да-да. Я буду прямо говорить про этот граммный плакат. Но да. Увидели бы вы его? Я думаю, что... Да. Я же увидел, значит, и вы тоже. Но кто у кого раньше. Ну, конечно же, ребят. Ставим лайки. Пишем комментарии. Подписываемся на канал. Это поможет в продвижении видео и развитии нашего канала. Мне будет очень приятно за вашу поддержку. Это займет вас всего секунду. Но вы сделаете очень большое дело. Ну и всем до скорой встречи. Увидимся в социальных сетях. Все ссылочки в описании. И... Лара, сходи к доктору. Тебе реально нужно залечить эту брюшину. Серьёзно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»